В этом году мы искали в этом, Катюш, когда двухлетний ребёнок. Когда ребёнок маленький, ну это всегда, во-первых, это всегда съезжается много людей. Это всегда, потому что не может оставить равнодушным человека такая информация два года ребёнка, его нет, и он в октябрь месяц, а он раздетый, непонятно где он и что. То съезжается настолько много и волонтёров, и потом вот как раз, почему хорошо и сотрудничество со всеми СМИ, потому что вы очень быстро распространяете. Часто приезжают люди, которые не от нас информацию прочитали, а именно с источников средств массовой информации. И тогда съехалось очень много, там действительно это была ночь, очень сложно координировать, собираться. Я собрала, отделила своих отдельно от полиции. К нам уже давали по одному человеку от полиции, мы делали эти экипажи. Мы всю ночь прочесывали, приехали кинологи с Павлограда. Ночной поиск ничего не дал, я очень волновалась, потому что там, знаете, как говорят, хащи. Это реально и были хащи, это когда какие-то люки какие-то. Я боялась даже за своих волонтёров, потому что я за них ответственна, чтобы кто-то куда-то не провалился. Мы по кладбищу, чуть-чуть стало светлеть, мы уже съехались по новой пару часов где-то у меня на офисе, пересидели с собаками тоже, чай попили и приехали. И вот уже когда стало светло, мы нашли ребёнка, ну, услышал полицейский, мы всё время вместе. И вот, конечно, вот этот голос. Мы нашли, и все замерли, кто где был, живой. И, конечно, слово «живой» было ключевой. Я видела на глазах у мужчин, у полицейских, у нас это действительно были слёзы. Я так вообще в полуистеричном состоянии была, потому что эта радость неимоверная. Неимоверно это то, что даёт силы, надежды этим заниматься, когда так получается, когда этого малыша в охапку в полицейскую одежду завернули и на космическую с мехалками везли. Это незабываемо. Скажем, негласное правило, что когда уже находится ребёнок или взрослый, неважно, кто был пропажей, люди в чате задают вопрос, а почему он пропал? И, ну, считается некорректным задавать такие вопросы. Мы не вправились в личную жизнь ни одной семьи. Мы пришли сюда только помочь поискам. Человек найден, и всё хорошо. Остальное уже, ну, неправильно вот копаться в чьём-то, будем говорить, граждане. Конечно, я часто даже пишу, да, мы знаем всё, но я ничего рассказать не могу. Естественно, есть и сложности в деятельности волонтёров. Мы все знаем, что не всегда все люди, которые прикрываются именем этих благородных людей, действительно являются таковыми. Случается, что эти люди являются мошенниками, и их действия подпадают под статью 190 Уголовного кодекса, а именно мошенничество. То есть, пользуясь доверием, они выманывают денежные средства и, соответственно, используют их для своих нужд. Что делать для того, чтобы не попасться в сети этих мошенников? Вы прямо предугадываете, мы с вами сочи вопросов. Да, совершенно верно. Во-первых, нужно помнить, что любая общественная организация, ну, во-первых, наверное, начнём с того, как организуется деятельность волонтёрской организации. Это всегда общественная организация, неприбыльная общественная организация. То есть, если вы где-то видите название общественной организации, вы имеете право потребовать код ЕДРПУ этого предприятия, учреждения и организации, и посмотреть в реестре благо на сегодняшний день достаточно много открытой информации в сети, и вы можете по коду ЕДРПУ действительно увидеть, существует такая общественная организация или нет. И, соответственно, посмотреть, кто является учредителем и директором, и чем занимается эта общественная организация. Кроме того, с потребительской точки зрения, ну, давайте будем честными, вряд ли, наверное, любой гражданин будет подходить и прям со своего смартфона заходить во все реестры и всё это проверять. Это определённый склад умана для этого иметь, и желание, и время. Хотя бы смотрим, кому даём деньги. То есть если есть внутри посыл вот такой «хочу вот сейчас поделиться», увидели какую-нибудь коробочку, не в какую-нибудь кладём. Кладём в запечатанную, смотрим, как называется эта благотворительная организация, смотрим, где мы кладём эти деньги. Всё-таки я рекомендую делать это в больших сетях, потому что сети, я имею в виду торговых сетях, потому что сети не поставят у себя на территории непонятно что. Субтитры делал DimaTorzok